Надеюсь, что я лежал в больнице. Сейчас жду врача. Ходил здесь. По коридору я. Дали направление на МРТ. Но еще два часа. Сейчас, в общем-то, два часа погуляю по Москве. Ну, а потом... Потом пойду. В рюкзаке у меня лежит. Вот сейчас не буду показывать. Я там все собрал, в папу положил. Нашел я 11-й корпус. Но мне еще рано, в общем-то. Пойду гулять. Сейчас я вам маленькую экскурсию проведу. Вот в этом корпусе. Ну, сзади меня, который... В нем я... Это детский корпус. Я в нем с 88-го по 98-й год лежал. Ну, в разные времена, конечно. Но все-таки. Вот. А вот в этом... Здесь мне операцию делали. Ну, почку пересаживали. А здесь с диабетом. Ну, с 2010-го года. Ну, в разных промежутках. С 2000-го, а не с 2010-го. Все, иду от врача. Короче, ну, я дома расскажу, что было, когда приеду. Ребята, знаете, вот зачем вот такие вот штуки нужны? Они по всему периметру идут. В больницы. Это специально, чтобы слепые, слабовидящие по ним ходили. Потому что они желтые, яркие, и их слабовидящие плохо... Ну, то есть хорошо видят. А слепой может наступать, потому что они... Ну, короче, в любых ботинках чувствуются. И, в общем-то, если сойдешь в сторону, то земля будет уже ровная. А если по ней бушите, то она будет буграми. Так что, кто не знал, напишите, что вы не знали. Или напишите, что знали. Ребята, сегодня вам... Ну, сейчас уже другой день, потому что в тот день я не смог снимать. Короче, ну, у меня там... Короче, в общем-то, неудобно было мне в некоторых случаях. Сейчас вам расскажу. В общем-то, вышел я с МРТ, МРТ сделал и пошел на прием к врачу. Попал на прием к врачу. Но там она уже... Ну, конец рабочего дня там был. Она уже задержалась, там, минут на 30, наверное. Тоже устала. Но человека можно понять. В общем-то, долго разговаривать не стал. Спросил там, какие вещи мне нужны. Вот, в общем-то, и все. И поехал домой. Одно МРТ мне, знаете, что говорили? Я не знаю, с чем это связано. Ну, во-первых, она... Врач когда-то озвонила, направление мое искали. Там направление потеряли. Вот, она сказала, там есть... Ну, МРТ-шей нужно было делать. Компьютерную темографию. Или типографию. Ну, что-то такое. Вот. Сказала подозрение или на аденому, или киста. Или эти... Парады щитовидные железы или железа там что-то. Вот, короче, что-то с этим, какая-то проблема. В общем-то, все сделали, все нормально. Но мне ничего не сказали. Потом также я посмотрел... Ну, на сайте, где у меня нет карты, да, онлайн. Посмотрел. Там, в общем-то, ничего такого нету. Ну, то, что мне делали МРТ. Врач ничего не сказала. Она сказала, ну, потом анализы придут, в общем-то, я посмотрю. Ну, и скажет мне на приеме. Ну, я думаю, если что-то будет серьезное, она, конечно же, позвонит. И знаете, что еще было? Ну, не знаю, странно, может быть. Нет, нет. Короче, я когда принес направление, меня там врач спросил, что высокий ли креатин. Ну, точнее, там было написано, как-то высокий креатин. Почему? Ну, я объяснил, типа, почка пересажена. Тут все-то... Она говорит, на диализе. Я говорю, нет. Ну, все уже, типа, закончился, так сказать. Вот. И она говорит, сейчас пойду спрошу. Нельзя. А у меня на тот момент, когда мне писал, точнее, там я неделю назад где-то сдавал. Около 130 или около 140 был. Ну, вот между этим что-то. 130-140. Точно не помню. Вот. Так что я не знаю. То ли нельзя МРТ делать с высоким креатинином именно, то ли нельзя делать с высоким креатинином МРТ шеи, то ли нельзя делать, ну, потому что, ну, с почками проблема, грубо говоря, или на диализе, или пересаженная почка. Ну, в общем-то, в итоге все сделаю, все нормально. Только единственное, что там какой-то контрастный раствор заливали, да, через вену, ну, вену делали, вставляли иглу, и там как по капелям стекло. Вот. А лежал, как раз как с этой стороны, с которой подключали, у меня было с левой стороны, а левая рука у меня с фистулой. Вот. Я ей сказал, говорю, здесь фистулы, тут все-то. Ну, врач, походу, не разбирается в этом. Она же не понимает, что фистулы идет по всей руке, по всей вене, а не где шишка. И она сказала, я, говорит, вам чуть повыше, говорит, уколю. Я, говорит, в эту не буду. Ну, испытал, опять же, эти неприятные ощущения, когда колют на диализе. Вот. Ну, как бы все, все обошлось, все нормально, в общем-то. Я поехал домой. Вот, когда дома приехал, я, так сказать, это, ну, отклеил этот пластырь. И вот тогда вот я понял, почему не колют фистул. Я-то сначала, типа, подумал, что, ну, если она там может испортиться, да, как говорят, встанет, я думаю, ну и что, ладно, ничего такого ведь. Ну, она мне все равно, как бы, уже не нужна, да, становится, как бы, лучше. Зачем она будет мне мешать, так сказать. Вот. А оказывается, нет. Ну, и по этой причине тоже. А оказывается, еще по причине той, что, ну, когда я отклеил пластырь, кровь, ну, практически напором, потому что кровь же под давлением там, вот, практически напором у меня из руки охлынуло, так сказать. Ну, было трудно, но я остановил, короче, ну, и все замотал, как после диализа. Еще по поводу вот всяких железок, да, и того же самого датчика Libra на МРТ. Как бы было МРТ шея, она попросила снять только цепочку. Я еще спросил, ну, вы знаете, да, у меня браслет есть, он тем более металлический, цепочка золотая. Как бы, думаю, что примагнитится, она говорит, нет, говорит, браслет мне мешать не будет. Так что, я думаю, если бы стоял бы даже и, ну, и сенсор, то, я думаю, он бы тоже бы не мешал, потому что сенсор стоит на плече, ну, даже там ниже, вот, уже ближе к локтю, а делали МРТ шеи. Ну, и все, она еще попросила, говорит, минут 20-30 посидите в этой коридоре, я за вами понаблюдаю, говорит, если есть что-то поесть, поешьте. Я не знаю, может быть, она просто испугалась по поводу того, что диабет. Вот, а так все. Ну, я сидел, потом там из реанимации человека привезли, я думал, ну, уже, точнее, понял, что с ним сейчас будет долго, но срочно 20 минут прошло. Ну, в общем-то, я встал и ушел, и пошел на прием к врачу. Ну, и все, потом вышел и поехал домой. Завтра я собираюсь на субботник, обязательно вам, ну, засниму все, покажу, если, конечно, там все организуется, но я надеюсь. Ну, а видео с субботника вы уже увидите после этого видео. Ну, и все, иду домой, у меня осталось метров 200-300, дойти, и я уже буду дома. Ну, а с вами был канал Сахарный Диабет, вся правда, меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok